Биография Якова Михайловича Юровского, чье настоящее имя и отчество Янкель Хаимович, началась 19 июня 1878 года в городе Каинской Томской губернии, ныне Куйбышев Новосибирской области. Яков, еврей по национальности, родился в многодетной семье, у него было еще девять братьев и сестер. Родители были из рабочего класса, отец, сосланный когда-то в Сибирь за кражу, трудился стекольщиком, а мать была портнихой. После трех классов в школе при местной синагоге парень выучился портняжному и часовому ремеслу, а потом скитался по разным городам, работая под мастерием. Романтика революции захватила разум Янкеля в 1905 году, когда он вступил в партию. Мужчине понравились идеи большевиков, он познакомился с Яковом Михайловичем Свердловым и начал распространять в Томске пропагандистскую литературу, а когда подпольную типографию накрыли, бежал из России в Берлин, прихватив жену и детей. В Германии революционер обратился в лютеранскую веру, крестился и сменил имя на Яков. Вскоре тайно вернулся на родину, где и был задержан и выслан в Екатеринбург. На новом месте Юровский открыл фотомастерскую, которая одновременно стала местом для изготовления поддельных паспортов и тайных встреч большевиков. Однако уже скомпрометировавший себя однажды мужчина находился под подозрением, за каждым его шагом внимательно следила жандармерия. Тем не менее, вскоре власти развязали потенциальному агитатору руки, призвав его на фельдшерскую службу во время Первой мировой войны. Там можно было спокойно распространять свои идеи среди солдат. После того, как в феврале 1917-го отгремела революция, Яков избавился от мастерской и организовал типографию, где начал в срочном порядке печатать пропагандистские листовки. Параллельно Юровский вошел в состав Совета рабочих и солдатских депутатов и, в принципе, стал довольно видным человеком, возглавившим революцию на Урале. Кроме того, Свердлов назначил уроженца Каинска заместителем главы военного отдела при Уральском совете. Позже Юровский занимал должности в коллегии область ЧК и был председателем Следственной комиссии революционного трибунала, которая изымала ценности у богачей для революционной борьбы. Юровский вошел в историю как один из главных организаторов и участников расстрела Николая II и его семьи. Именно его 4 июля 1918 года назначили на должность коменданта Ипатьевского дома, где содержалась семья Романовых. Когда возникла угроза захвата Екатеринбурга белогвардейцами, Николая и его семью расстреляли без суда и следствия. Вопрос о том, являлось ли решение о казни согласованном наверху, остается открытым. Прямых доказательств не сохранилось. Тем не менее, по показаниям Петра Ермакова, который тогда был начальником охраны дома особого назначения, Свердлов лично подписал директиву о расстреле. Получив шифрованную телеграмму, Юровский, Ермаков и другие участники в ночь с 16 на 17 июля привели приказ в исполнение. Революционер позднее рассказывал, что именно он застрелил царя из своего кольта, других членов семьи убили его товарищи, а тех, кто еще оставался жив, закололи штыками. Всего в ту ночь пали жертвы и казни 11 человек. Император с супругой Александрой Федоровой, пятеро детей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей, их приближенные, доктор Евгений Боткин, лакей Алексей Труп, горничная Анна Демидова и повар Иван Харитонов. На следующий день большевик подал рапорт Свердлову о расстреле главных представителей династии, больше трех сотен лет правившей Россией. После этого цареубийца бежал вместе с отступающей Красной Армией, при этом бросив на произвол судьбы престарелую мать. Известно также, что детали казни Романовых Юровский описал в записке. Алексей, три из его сестер, Фрейлина и Боткин были еще живы. Удивительно было то, что целили прямо в сердце, а пули от наганов отскакивали от чего-то рикошетом и как град, прыгали по комнате. От тел приказали избавиться Ермакову, но Юровский решил помочь ему, по одной из версий, мечтая найти царские бриллианты. По свидетельствам Ермакова, в одежде дочерей императора драгоценностей было зашито примерно полпуда. Юровский отмечал, что сокровища спрятаны на территории Алапаевского завода, а в 1919 их привезли в Москву. По некоторым данным, могилой убитой семьи стала заброшенная шахта, куда большевики скинули трупы, а сверху залили кислотой и пытались сжечь, чтобы не уцелело даже останков. Существует также версия, что тела закопали у дороги близ железнодорожного переезда, что больше соответствует истине, так как останки Романовых потом нашли именно там. После расстрела Романовых Юровский так и не проявил себя как руководитель. Революционеру давали различные должности в качестве компенсации за заслуги, а к концу жизни и вовсе понизили. Сначала он трудился членом коллегии московской ЧК, а когда большевики вернули контроль над Екатеринбургом, Свердлов назначил его главным чекистом Урала, и тот вернулся в город, поселившись в роскошном особняке в трехстах метрах от дома Ипатьева. В 1923 году Юровского резко понизили и посадили в кресло заместителя директора завода «Красный богатырь», производившего калоши и сапоги. Последние 10 лет Юровский проработал на посту директора Политехнического музея в Москве. Что касается личной жизни, то Юровский состоял в браке с Марией Яковлевной. Когда Янкель встретил будущую супругу, женщина была замужем и с малолетней дочкой на руках. Ее муж отбывал наказание за растрату. Влюбленные стали жить вместе, но в Каинске на них косо смотрели. Чтобы избавиться от мук совести, Юровский даже написал письмо Льву Толстому, чтобы великий писатель дал совет. Супруга родила Якову троих детей, сыновей Александра и Евгения и дочери ему. Дочь стала комсомольским деятелем, однако позже ее арестовали и на 8 лет отправили в Карагандинский лагерь. Александр дослужился до контр-адмирала ВМФ, но позже также подвергся репрессиям. Евгений был политработником и служил на флоте. Тем не менее дети-цареубийцы прожили долгую жизнь. А вот судьба следующих его потомков сложилась загадочно, поговаривали даже, будто злой рок настиг наследников убийцы Романовых. Внучки Юровского скончались в раннем возрасте, а внуков постигла трагическая гибель. У одного остановилось сердце за рулем автомобиля, другой сгорел на пожаре, третий разбился, упав с крыши сарая, еще один повесился, а другой отравился грибами. Яков Юровский скончался в 1938 году, лежа в кремлевской больнице и мучаясь видениями прошлого. Причиной его смерти стало прободение язвы двенадцатиперстной кишки. Тело убийцы Романовых кремировали, а урна с прахом революционера хранится в колумбарии нового Донского кладбища Москвы. На сохранившихся фото большевик изображен с суровым лицом, сдвинутые брови нависают над глазами. За последнее десятилетие образ главного палача Романовых не раз экранизировался. В 1971 году вышел фильм Франклина Шефнера Николая и Александра, где Юровского сыграл Алан Вепп. В картине 1991 года цареубийца роль коменданта Ипатьевского дома исполнил Малкольм Макдауэлл. Спустя пять лет Венгрия и США сняли ленту Распутин с Габаром Концем в роли еврея-большевика. 30 января 2022 года на Первом канале состоялась премьера документального проекта Александра Звягинцева «Дело Романовых». Следствием установлено, фильм посвящен новому расследованию убийства семьи императора Николая II, которое возобновили 22 сентября 2015 года. В 1991 году в Поросенковом лагу под Екатеринбургом обнаружили останки девяти человек, а спустя 16 лет нашли фрагменты еще двух тел. Следователи заново проверили существующие версии произошедшего, собрав воедино свидетельства и воспоминания. Новое расследование расставило все точки над ИИ, сенсационные экспертизы и интервью специалистов приоткрыли для широкого зрителя вековую завесу тайны над обстоятельствами смерти царской.